Торговля людьми значительно сократилась во время пандемии. По крайней мере, уменьшилось официально зарегистрированное число случаев этого преступления. Организация Объединенных Наций обеспокоена тем, что особенно в более бедных странах торговля людьми, проституции и принудительный труд все больше уходят в подполье или онлайн, не привлекаясь к ответственности со стороны правоохранительных органов. Сексуальная эксплуатация в интернете резко возросла, и в ряде стран судебная и полицейская системы просто перестали работать во время пандемии. Им пришлось перенаправить свои ресурсы на другие цели, чтобы поддержать систему здравоохранения. В 2020 году в мире было выявлено на 11% меньше случаев торговли людьми по сравнению с предыдущим годом. Различия между богатыми и бедными регионами огромны. В то время как в Восточной Азии и Северной Африке цифры сократились вдвое, они выросли в Европе и Северной Америке, где, по данным ООН, было больше исследователей и ресурсов. Тот факт, что число выявленных случаев во всем мире впервые за 20 лет снизилось, вероятно, не станет исключением. И это беспокоит агентство управления ООН по наркотикам и преступности в Вене. В годы пандемии у торговцев людьми была возможность незамеченными расширить свои преступные структуры. Цифры упали настолько, что если мы когда-либо захотим иметь реальные шансы искоренить эти преступления, то нам нужно будет изменить тактику. ООН говорит, что страны должны побеждать торговцев людьми в их собственной игре. Учитывая, что это преступление все чаще совершается через интернет, следователи также должны активнее действовать онлайн. Хочется надеяться, что в будущем сокращение числа зарегистрированных случаев будет отражать реальную картину.